Лимонад из базилика, стейк из крокодила и даже шоколад из гусениц. Все это можно попробовать в Берлине. В эти дни в ФРГ проходит крупнейшая сельскохозяйственная выставка в мире «Зеленая неделя». В ней участвуют 1600 стендистов из 66 стран мира. Чем еще удивляют посетители, расскажет наш собственный корреспондент в Германии Шолпан Эйманбаева. Выставка «Зеленая неделя» – это настоящий рай для гурманов. Знаменитый швейцарский сыр, восточные сладости, банановое пиво и даже стейк из крокодила. Здесь словно в большом супермаркете, где можно попробовать продукцию со всех континентов. Я пятый раз на «Зеленой неделе» мы были впечатлены новыми технологиями сбора урожая. Попробовали много сортов сыров и салями. Очень вкусно. Продегустировали лакомства совершенно разных стран. Удивляет разнообразие. Домой мы купили семена томатов, огурцов и фасоли. Помимо национальных блюд, на «Грюне Воха» можно найти и альтернативу традиционной кухне. Изюминкой этого года стала еда из насекомых. Германия предлагает отведать посетителям шоколад из гусениц. Эксперты полагают, что уже через 20 лет в нашем рационе появится больше кузнечиков и жуков. Да и в целом насекомые станут едой будущего. Если сравнивать производство говядины и выращивание насекомых, то за меньшее количество ресурсов можно получить намного больше протеина. В будущем, в случае дефицита ресурсов, например, при малом количестве воды или кормов, это может быть очень важным. В мире есть очень много съедобных насекомых. Здесь мы представили лишь некоторых. Еда из насекомых пока деликатес и стоит дорого. Но людям эта тема интересна. Они с удовольствием пробуют. И еще одним трендом зеленой недели стали биопродукты. Многие стенды сделали акцент на здоровое питание. Производители призывают покупателей отказаться от сахара, соли и жирных продуктов. А взамен они предлагают продегустировать, к примеру, вместо традиционной немецкой колбаски – сосиску, жирность которой не превышает 10%. Почти половина немцев хочет питаться здоровой пищей. К примеру, покупать овощи и фрукты без пестицидов, пить чистую питьевую воду. Спрос растет. Мы видим, что открывается больше биомагазинов. Я считаю, у биопродуктов большое будущее. В Германии в ближайшие годы намерены увеличить долю биопродуктов на рынке до 20%. Немецкая Грюне-Воха – одна из крупнейших и старейших продовольственных ярмарок в мире. В этом году она проводится 83-й раз. Эта выставка – долгожданное событие как для посетителей, так и для фермеров. Ведь здесь аграрии могут найти абсолютно все – от редких семян до новейшей сельхозтехники. Шелпан Айманбаева, Милослав Авриновский, Хабар-24, Германия.